Говорят, что панацея от низких цен – это низкие цены. И те шан, и те секьюритис. Резервный банк ЮАР сегодня повысил процентную ставку до 7%. Как вы оцениваете сейчас это решение и каково его влияние на сырьевые рынки? ЮАР страдает от обесценивания национальной валюты. Южноавриканский ранд падает к доллару США. ЮАР решил эту проблему путём ограждения своего рынка сырья от влияния снижающихся цен на сырьё во всём мире. Таким образом, многие производители сырья не ощутили в полной мере влияние падения цен в 2015 году. Недавнее повышение процентной ставки должно приглушить процесс ослабления южноафриканского рандо. Теперь мировые цены на сырьё должны оказать влияние на сырьевой рынок Южной Африки. Это должно помочь сократить объёмы поставок некоторых сырьевых продуктов, которые производит Южная Африка. Запасы сырья в ЮАР некоторые аналитики называют благословением небес, поскольку это позволит стране подготовиться к предстоящему буму на рынке. Разделяете ли вы это мнение? И как последнее решение по процентной ставке повлияло на эту идею? Сырьё, одним из главных производителей которого является ЮАР, а именно Платин, на 8% всемирного производства, которое приходится на ЮАР, и Палладий, за 40% производства которого также ответственно ЮАР, уже много лет в дефиците на рынке. Объёмы производства ниже даже уменьшившегося объёма потребления. ЮАР не производит достаточно этого сырья, чтобы удовлетворить мировой спрос на него. Негативные моменты в производстве ЮАР возникают ввиду конфликтов на рынке труда и недостаточного энергетического обеспечения страны. Работники горнодобывающего сектора также в сложном положении из-за нехватки уверенности в прибыльности сектора, что вызвано дестабилизацией бизнеса в стране. Поэтому я считаю, что недавнее повышение процентной ставки не избавляет страну от накопившихся проблем. Тем не менее, предоставляет небольшую поддержку южноафриканскому ранду, что несколько замедляет процесс его обесценивания, что в свою очередь поможет компаниям горнодобывающего сектора сократить объёмы производства, как реакция на падение цен. И напоследок, за какими индикаторами, которые потенциально могут повлиять на сырьевые рынки, стоит следить в краткосрочной перспективе? ЮАР – крупный производитель металлов платиновой группы. Я думаю, что ЮАР на данном этапе больше всего будет интересовать всплеск мирового экономического цикла. Особенно интересовать ЮАР будут показатели металлов платиновой группы, которые широко используются в промышленности, особенно в производстве автомобилей, а именно их оборудование для уменьшения загрязнения окружающей среды. Обычно во время улучшения общего сентимента в экономике мировые продажи автомобилей растут. Особенно это касается стран Европы и Китая, экономика которых в последние несколько лет шла на спад. Экономика США по всем показателям в неплохом состоянии. Её поддерживает всё ещё мягкое направление монетарной политики, так как Центробанк США не продолжил повышать ставки после декабрьского повышения. ЮАР будет выгодна, если США продлит период мягкой монетарной политики, так как это оказывает хорошую поддержку сектору продаж автомобилей. Нитер, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, наш выпуск подошёл к концу. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok